В этот день, 12 апреля 1919 года, зафиксирован первый в истории советской России субботник. В этот день, 1961 года, человек впервые совершил полет в космос. Полет Юрия Гагарина вокруг Земли длился 108 минут, после чего космонавт успешно вернулся на родную планету. 12 апреля родились Николай Островский, драматург, автор около полусотни классических пьес о русской жизни. Среди них «Гроза», «Беспреданница», «Свои люди сочтемся». Николай Пржевальский, русский военный путешественник и натуралист. Пржевальский известен как исследователь Центральной Азии, куда совершил четыре экспедиции. У русского географа и путешественника Николая Пржевальского была жизнь полная открытий и приключений. В общей сложности он нашел 7 новых родов и 218 видов растений, десятки новых видов животных среди них, дикую лошадь, дикого верблюда, тибетского медведя. Собранные им зоологические коллекции по свидетельству коллег не имеют в себе равных, да, наверное, и долго еще не будут иметь. После окончания гимназии Пржевальский, потрясенный подвигами защитников Севастополя, принял решение стать военным. В свободное же от службы время он совершал походы по болотным лесам, мечтая о дальних странствиях. Он неоднократно говорил со служивцем, «Я непременно должен отправиться в экспедицию». Надо сказать, в то время это было вполне в традиции русского офицерства участвовать в опасных путешествиях, так что это не было простым прожептерством. Позже Пржевальский поступит в школу генерального штаба, решив, что по его окончании легко добьется назначения в Сибирь. Параллельно он продолжал свое научное самообразование. В мае 1867 года Николай Михайлович был командирован на свое первое путешествие в Уссурийский край. Вместе с научной частью экспедиции он выполнял и разведывательные указания штаба, изучая пути к границам Кореи и Манчжурии. За два года военный путешественник насчитал 224 вида птиц, первым увидел и описал черного зайца и редкое растение белый орех. В Петербург он привез более 300 видов растений, 42 вида птичьих яиц, 83 вида различных семян и более дюжины шкур млекопитающих. Ну и, конечно, разведданные для генштаба. В русском географическом обществе Николай Михайлович был встречен с восторгом. За всю свою жизнь Пржевальский стал обладателем множества наград и медалей, почетным членом разных географических обществ и академий. В 1870 году при поддержке все того же русского географического общества он отправился в свою первую экспедицию в Центральную Азию, а ведь именно этот регион перенесет ему мировую славу. Поход продолжался почти три года, за это время было пройдено 12 тысяч километров, причем большая часть пешком. В результате на карте появилось более двух десятков хребтов, семь больших и семнадцать маленьких озер. Все эти исследования Пржевальский проводил по разработанному им методу, который включал военно-глазомерную съемку, астрономическое определение широт важнейших пунктов, метеорологические наблюдения, изучение флоры и фауны с составлением коллекции. Наблюдения дополнялись рисунками и фотографиями. К тому же Пржевальский вел подробный дневник. Это был уникальный случай, когда очень малыми силами проводилось комплексное изучение целых регионов. Благодаря Пржевальскому на карте Центральной Азии растаяло много белых пятен. В общей сложности он совершил туда четыре экспедиции и преодолел 30 тысяч километров. В степях Джунгарии ученый обнаружил дикую лошадь, которую впоследствии назовут лошадью Пржевальского. Его не могли остановить ни трудности пути, ни злопыхатели. Бывало, китайские власти отказывали странникам в продаже провианта и даже не разрешали брать проводников. В конце 1888 года Пржевальский был готов к пятому походу в Центральную Азию. Он намеревался взяться за восточный Тяньшань и дойти до Лхасы. Пржевальский надеялся найти и описать дикого верблюда, который обитал там еще по сведениям Марка Пола. Но еще в начале пути Николай Михайлович напился речной воды и смертельно заболел брюшным тифом. Сущности, как он жил в дороге, так в дороге и нашел свой земной конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова